Друзья, всем привет! Замечательный день! Перед тем, как зайти в спортивный зал, не могу не прокомментировать предстоящий поединок, который будет уже сегодня утром между Альваресом и Дмитрием Бивовым. Смотрите, прогнозы, аналитика, коэффициенты. Но, собственно говоря, большинство, на мой взгляд, специалистов ставят на победу Альвареса. Сейчас постараемся разобрать, что мы с вами, в принципе, увидим в предстоящем поединке. Мы увидим противостояние двух школ бокса. Все-таки Дмитрий Билл представитель такой советской школы бокса, игровой. Вот если вы помните, я периодически делал обзоры на школу бокса Исаева, который долгое время в Санкт-Петербурге тренировал. Это игровая в чистом виде манера бокса. Это левая рука, которая не заряжается, прекрасный джеб с хорошим таймингом, и левая рука не опирается на соперника, нет точки опоры. Поэтому вот такой формат работы, такой формат боя, он очень здорово помогает, ну, будем так говорить, выдерживать дистанцию и в игровой такой точечной манере обыгрывать соперника по очкам. Все, что мы видели, все, что проводил Дмитрий Билл, конечно, это вот примерно в таком формате. Я описал бы его все-таки как игровика скорее. То есть он такой не инокрутирующий боксер. Да, вот эта вот игровая советская, будем говорить, школа бокса, она, безусловно, адаптирована и перестроена под профессиональный ринг. Но, в общем и целом, вот эта игровая манера, она сильно осталась. Я сегодня слышал заявление Канело или вчера о том, что он боксировал с подобными ребятами, такими как Сергей Ковалев, представителями, ну, будем говорить, советской школы бокса. Друзья, я видел Ковалева перед этим боем. Это фактически, ну, нельзя, наверное, так говорить, но Ковалев поехал проигрывать, пополнять контракт. То есть он был абсолютно не мотивирован, временной подготовки фактически не было. То есть в этом смысле я бы не сказал, что Ковалев был заряжен. Конечно, были какие-то определенные моменты неплохие, но, в общем, в целом, на мой взгляд, он приехал просто отстоять и проиграть. И школа бокса все-таки Сергея Ковалева, она даже у любителей существенно отличалась. Это такие жесткие удары. И то, чем будет, скажем так, оперировать Дмитрий Билов в предстоящем поединке, это совершенно другой подход. Что еще хотелось бы сказать, габарита. Все-таки Альварес идет по весам. Да, удар у него достаточно неплохой, но Билов, в общем и целом, очень габаритный для него соперник. Размах рук, длина рук – это существенный козырь Дмитрия Билова. Дмитрий Билов не будет бросаться добивать. Вот сейчас я хочу провести интересную аналогию. Вспомните, как боксировали Александр Усик и Энтони Джошуа. Здесь, в общем и целом, прекрасные ноги Александра, они позволили вырвать победу достаточно объективно у более тяжелого соперника. Собственно говоря, Энтони Джошуа. Здесь, на мой взгляд, ноги Дмитрия Билова, они дадут прекрасный тоже повод для того, чтобы переиграть на дистанции, переиграть по очкам. Но получится ли к концу поединка, уже в таких, будем говорить, чемпионских раундах, работать в такой манере, в игровой и постоянно двигаться на ногах? Если это получится, как сделает Александр Усик, то у Дмитрия Билова достаточно много шансов. Друзья, я сейчас оцениваю некие такие шансы одного боксера и второго, не призываю ни на кого ставить и просто говорю некую свою интерпретацию. Как посчитают судьи, это достаточно такой большой и неоднозначный вопрос. Судьи могут посчитать совершенно по-разному. Ну и вы знаете, что система оценки в американской школе, в профессиональной школе бокса, она существенно отличается от той работы, которую, и от той системы оценки, которую мы видим в любителях. А Дмитрий Билов все-таки, вот еще раз я повторюсь, исповедует эту любительскую игровую школу бокса. Какие еще моменты необходимо будет решить Дмитрию Билову? Ну, на мой взгляд, конечно, будут определенные плюсы у Дмитрия на средней и ближней дистанции за счет просто его габаритов. Но в остальном такой коренастый канел с жестким ударами, с жестким ударом по печени, с жестким боковым крюком, который он бьет зачастую на скачке. Конечно, серьезное оружие, которое, ну, в общем-то, Дмитрию нужно будет как-то нивелировать и постараться удержать на дистанции. На мой взгляд, Дмитрий Билов находится в очень хорошей физической форме. То есть, в отличие от Ковалева, он находится, на мой взгляд, в каком-то смысле на пике своей карьеры. Поэтому здесь, ну, я бы не сказал, что мы не увидим конкурентного поединка. Здесь будет хорошая такая работа. Здесь мы увидим конкурентный путь. И, в большом счете, мы можем увидеть очень такой неплохой поединок. Ну, в любом случае, мы увидим очень неплохой поединок. Но еще раз сказать, вот, что такое тотальное преимущество канала в этом поединке будет, я не могу сказать. Насколько Дмитрий сможет удержать на дистанции, насколько он сможет выставить и навязать свою картину боя, что, в общем-то, фактически не удавалось ни одному боксеру, которого встречались с канала. Вот, наверное, в этом будет такой наиболее принципиальный вопрос. Вот. Поэтому, друзья, поединок интересный. На мой взгляд, он продлится большую часть, вероятно, может быть, всю дистанцию. Если, опять-таки, Дмитрий не будет сближаться. Ну, Дмитрий достаточно неплохо умеет упадать из углов. И достаточно неплохо умеет двигаться. Поэтому здесь вот в этом смысле, ну, вероятно, не сможет канала его запереть. И если он не сможет, то, опять-таки, достаточно гипотетически, вероятно, что поединок пройдет в эту дистанцию. Поэтому интересный бой. Интересное такое противостояние от двух швоп-бокса, от советской, такой игровой. И американской, и мексиканской, профессиональной, с жестким акцентированным ударом. Стилевые особенности разные. Антропометрические особенности разные. Поэтому интересный поединок нас ждет. Будем смотреть, будем болеть, будем анализировать. Ну, и обсудим обязательно все результаты боя после, собственно говоря, того, как мы видим его в эфире. Всем удачи, спорта, занимайтесь боксом.